С начала проведения противоэпидемических мероприятий под наблюдением находилось всего 497 человек. Сегодня в режиме самоизоляции на дому остаются 220 человек. В стационарах граждане с признаками инфекционных заболеваний на сегодня это 26 человек. Ни одного случая заболевания на сегодняшний день в Волгоградской области не выявлено. Общая мощность инфекционных стационаров, как я ранее сказал, двух, которые сегодня развернуты под данные мероприятия, 392 койки. Ну а соответственно 26 человек, соответственно процент вы слышите, какой сейчас занят. Также обследование продолжается граждан. 794 человека взяты анализы. За последние сутки это 84 человека. У нас сейчас две больницы. Коечный фонд, который обозначил это взрослая инфекционная больница в Кировском районе номер один. Соответственно для госпитализации взрослого населения. И детская инфекционная больница, которая находится на 7-й Гвардейской, это для, соответственно, детей. Далее у нас планируется задействовать в случае, если данный коечный фонд будет исчерпан. Это городская больница номер 2 города Волжска, это 5-я клиническая больница, это 12-я больница. В случае, если такая ситуация будет разворачиваться с беременными, для них, естественно, мы отдельно предусмотрим резерв коечного фонда. На первом этапе это будет первый родильный дом. Если там также будет исчерпан резерв коек, то здесь подключится родильный дом уже 5-й клинической больницы. Общая коечная мощность, которая планируется к перепрофилированию, а это три этапа. По мере нарастания и необходимости, это мы считали более полутора тысяч коек. Поэтому здесь мы считаем достаточно его. Здесь, опять же, ничего сверхъестественного не происходит. Я уже прокомментировал, что граждане, которые поступали с подозрением одного случая на сегодняшний день, еще не выявлено. То есть они проходят обычное лечение, по сути, обычные больницы. Просто мы их консолидируем в одном месте, в неком особом режиме проводим их госпитализацию.